Добрый день, уважаемые коллеги! Я представляю вам нашего гостя, гостя нашего сегодняшнего мастер-класса. Еще сколько-то лет назад, я мог сказать, в представлении не нуждается, потому что поколение, взахлеб читавшее печатную прессу, поколение, выжидавшее, если не повезло, с подпиской по лимиту не попал, выжидавшее у киосков, когда же наконец появится свежий выпуск «Комсомолки», например, знало, как и отче наш, имена самых выдающихся, любимых своих авторов, то сегодня, я должен оговориться, это один из самых известных, как сейчас можно говорить, топовых журналистов нашего времени и сегодня остающийся в активной журналистике, но в то же время уже имеющий достаточно серьезный вес для того, чтобы кое-чему и поучать, кое-что и рассказывать в назидательном тоне, что называется. Я надеюсь, что тоже очень важно. Павел Семенович Гутеонтов, под ваши бурные аплодисменты. Московский комсомолец, комсомольская правда, советская Россия, вы даже не представляете, что это была за газета, потому что там вроде ЦК КПСС был тоже учредителем, но что она себе позволяла, это еще надо повспоминать, поговорить. Не все сегодня, кстати, себе позволяют многие такие вещи, которые происходили тогда в молодежной печати, в Советской России, Известия, Союз журналистов России, то есть можно много регалий ваших перечислять, но я думаю, будет правильно, если вы сами возьмете на себя сейчас инициативу, что называется, с вводным словом, но вначале хотелось бы уточнить, что часто вам приходится встречаться с будущим поколением профессионалов? Ну, последние годы лет. Последние годы, каждый поколение воспитывает себя самостоятельно. Вот вы человек, так много работавший с молодежной тематикой, испытываете от этого дефицит какой-то, неудовлетворенность или нормально? Нормально. Нормально? Вам слово. Ну, меня представили, я с большим интересом прослушал о своем жизненном пути, но не сказали главного, что я последние 4 года обозреватель новой газеты в Москве. Да, да. Вот такой, да. Вообще, я думаю, надо обещать, что такое новая газета? Наверное, надо. Вот так. В 93-м году «Комсомольская правда» в очередной раз оскололась. Группа, большая группа журналистов, неплохих журналистов, на мой взгляд, лучших журналистов, Ушлаев создала новую ежедневную газету, которая с тех пор превратилась в новую газету просто, выходит раз в неделю. Острая газета, хорошая газета, на мой взгляд, лучшая газета. Ну, мы собрали за последние 10 лет, наверное, все призы, какие есть в Европе, в мире. Но, тем не менее, когда я подхожу к киоску «Роспечати» в Москве, и прошу дать мне новую газету, я спрашиваю, что у нас все новые. Какую газету? Приходится долго объяснить. Вот. Это свидетельствует о том, о том росте авторитета печатной прессы, которая достигла в последнее время небывалых высот. В пятницу у нас были выборы очередных главного редактора. Мы вот точно так же собирались в своем конференц-зале и избирали главного редактора. Было три кандидата. Один молодой кандидат Илья Азар. Он предложил упразднить в своей программе, он предложил упразднить бумажную версию нашей газеты и выходить только в интернете. Но, к большому счастью, наш коллектив устоял, и Азар не выпал. Вот. То есть мы еще бумажную газету выпускать будем. Вот. Но это мало. Хотя, в отличие от других газет, тираж у нас растет. Немного, но растет. Две тысячи, три тысячи, пять тысяч. Вот. Растет. Вот. Ну, если сравнивать с интернет-версией, которая растет в разы больше, это, конечно, слабенько. Я человек, работавший при советской власти в последней газете, в «Известиях», которая была, по-моему, четвертая по тиражу газета в стране, она выходила 15 миллионов тиражом. Вот. Сейчас 15 миллионов – это вещь невероятная. Сейчас все газеты страны, я думал, 15 миллионов не потянут. Вот. Вот это, я думаю, не есть хорошо. Мы все спорим, когда наступит, наконец, вожделенный миг, когда газеты закроются. Лет пять назад правительство заказало специальное исследование умирающих профессий. И с непонятным мне восторгом прочитали в этом исследовании, что через пять лет, то есть сейчас уже, будет упразднена профессия журналиста вообще. Вот профессия журналиста устояла. Я думаю, она устоит и дальше. Я даже думал, что на мой век хватит теперь. Вот. Как на ваш век, я не знаю, как у вас получится. Вот, чего я вам желаю, конечно. Вот. Изменения в нашем цехе происходят совершенно невероятные. Сейчас мне трудно было бы назвать каких-то самых авторитетных журналистов. Когда я работал в Союзе журналистов, мы в 2002 году провели, на нашем ежегодном фестивале в Сочи, провели соцопрос и попросили профессионалов, журналистов, лучших журналистов, это как мы считали, страны, которых мы тогда собрали, написать в столбик трех самых авторитетных журналистов. Ну, десяток. Первая тройка выглядит таким образом. Первое место – Собчак. Второе место – Бовин. Третье место – Малахов. Вот лучшие журналисты страны по мнению профессионального цеха. Куда дальше ехать? Некуда. Вот. В нашей газете, это опять-таки я узнал в пятницу во время выборов, потому что Азар, он предлагал революционный мир, он предлагал, наконец, уволить всех пожилых людей, обновить редакцию. Оказалось, что из 120 человек, работающих в стате, 47 – это пенсионер. При этом мы – одна из самых молодых редакций в Москве. Вот. 47 пенсионеров. Но пенсионеры, дай богу, у нас самый старший из них – это Юра Рост. Вам известна такая фамилия? Нет, неизвестно. Как же вы их учите, если не знают фамилии Роста или нет? У меня вопрос, как учиться, да. Как учиться? Вот так вот. Рост, выдающийся журналист, с ним работал в «Лосомолке» когда-то, потом он работал в «Литгазете», потом, значит, пришел это. Потом в «Общей газете» у Егора Якулева, сейчас работает у нас. Он написал, на мой взгляд, лучший когда-то материал 20-го века, в «Литгазете». он написал материал под названием «ЛЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК. Жуткий случай на транспорте». О том, как человек угнал пассажирский вагон. Он переклеил, он сам был, сам был когда-то работал на железной дороге и знал коды, какие надо. Он переклеил на пассажирском вагоне код и его из какого-то приволжского города отправился с этим вагоном на Дальний Восток. Он доехал до Дальнего Востока. До Владика, по-моему. Оттуда он переклеил и стал путешествовать по стране. Он полтора месяца путешествовал по стране, пока его случайно не поймали. И Рост об этом написал. Это фантастический материал. Это гоголевский материал. При этом это человек, который поднимался на Эверест, опускался на дно Байкала, дружил с Сахаровым, с академиком. Вообще, его дружбы потянули на несколько томов книг с фотографиями. Он блестящий, блестящий фотомастер. При Ельцине он был назван, был введен премия президента России. Первым получил Отто Рудольфович Лацас. Вторым получила Ира Петровская, которая у нас же работает. Третьим получил Василий Михайлович Песков. Четвертым получил Рост, а пятого уже не было. Я с нетерпением ждал 2000-го года, какого наградит этой премией. Владимир Владимирович Путин, его просто интересно, а он не наградил никого. Вот. То есть, этот список уже завершен. Это действительно выдающийся журналист. Я вам искренне завидую, что вам предстоит когда-нибудь его прочитать. Впервые. Вот. Ну, мне это напоминает, я преподавал одно время в высшей школе журналистики одного из московских университетов. И в своей группе я поручил в следующем занятии прочитать очерк Анатолия Ограновского в «Известиях» по-моему, 78-го, кажется, года. «Вишневый сад». На мой взгляд, тоже блистательный материал, который написан, казалось бы, специально для изучения на факультетной журналистике. Потому что материал описывает саму технологию подготовки этого материала. Сюжет прост. Абсолютно прост. Бригадир богатого совхоза на Украине поймал парня, мальчишку, 10-летнего мальчишку, который обтрясал вишни и в виде наказания посадил его в подвал, в котором до этого хранилифиэда-химиката. Мальчишка, все, выжил, остался жив-здоров. Вот. И, ну, приехал туда Аграновский, чтобы написать об этом материал. И он описал весь ход своих мыслей, мыслей, действий, шагов, с кем о чем он поговорил, как он встретился. То есть, ход материала менялся раз шесть. то есть, первое, естественно, ну, все, ну, любой бы из нас написал такой материал. Ну, любая, любая вещь не стоит человеческой, детской жизни. Нельзя срывать даже в чистый, в очищенный от этих ребятов погреб ребенка. Это все понятно. Это жестокость нравов и так далее, и так далее. Каждый бы написал, каждый эти слова бы написал и знал бы о них. А он изменил ход материала раз пять, по-моему, вихлял. То есть, правота, правота героев материала менялась в зависимости от общения с журналистом. Этот самый злодей, бригадир, этот сад посадил сам своими руками. Он каждую вишенку обхаживал и так далее, и так далее. Что этот сад, кстати сказать, обтисает до третьего урожая в год. Зарихнуться можно. Огромный совхозный сад. И так далее, и так далее, и так далее. И начальники, которые его защищали, и все врут, и говорили, что он не просто натряс себе за пазуху две горсти, а украл 15 кило, что это явно на продажу. И так далее, и так далее. Но выводы он сделал для 1978 года совершенно невероятные. Он написал, если люди себя не считают хозяевами, вам ничего не остается сделать, как поставить огромный забор вокруг этого сада, запустить собак и так далее, и так далее. Колючей проволокой опоясать. Да и все равно все у вас украдут. пока не хватает чувства хозяина, что хозяином этого сада является бригадир, бригадир, который он насадил. А люди смотрят на такой революционный перестроечный материал, который кончался с абзаца, с аточа. Но все-таки, черт подери, вишневый сад. В общем, написано блистательно. Блистательно написано. По всем временам Аграновский был немыслимый мастер. Так я с чего начал? Я поручил своим ребятам найти этот материал. Найти это нетрудно, потому что Аграновского издавали на удивление огромными дирожами. То есть его книги должны быть во всех библиотеках. Нет, думаю, библиотеки в стране, у которой не было бы томика Аграновского. И в каждом томике был бы вишневый сад. Я пришел наше делающее занятие и, извиняюсь, знал, что ни один человек не прочитал. А почему? Почел я. И получил обескураживающий ответ нет в интернете. Понимаете? В интернете искали, да? В интернете искали. Только в интернете, конечно. Люди не знают, что есть библиотека, что можно зайти в библиотеку, что можно взять. Я же их не посылал в Химке, в газетный архив библиотеки Ленина, чтобы они там подняли, нашли в подшивках старых известий. Я их щадяще сказал, зайдите в любой, в любую библиотеку. Но в интернете нет. Все, вот, отрезано. Я сам потом не поленился, посмотрел. А что есть в интернете Аграновского? Одна-единственная статья 61-го года. Статья, как я был первым. Блестящая статья, очень хорошая. О том, как он писал о полете Титова. То есть, он знал, известие знали, когда полетит Титов. Отправили его на Алтай, в Титовскую деревню. Он, значит, сел, вот, самое, жил вместе с корреспондентом Красной Звезды, Правды, Тасса, то есть, вся команда, он очень безумно смешно описал, как там жили. Корреспондент Красной Звезды жил там неделю. Приехал, якобы, на рыбалку с удочками. И все сидели, ждали полета. И, значит, полет, когда, значит, они посмотрели на... Он очень смешно написал наших коллег, журналистов. Сделал очень важное наблюдение, на мой взгляд. Я сделал наблюдение, написал, что уровень осведомленности обратно пропорционален расстоянию до Москвы. Потому что последние приехали корреспонденты районной газеты, вот, которым не досталось ни одной тетрадки бывших сочинений его. Оказалось, что они приехали без пленки и так далее, и так далее. Вот. Это была первая часть материала. А вторая часть материала была, он поехал к человеку, который в 26-м, по-моему, году написал донос на учителя, на одного, блин, блестящего учителя, который воспитал родителей Никитова. Вот. Он написал донос и в известиях тогда же 20-е годы об этом доносчике написал очерк отец Аграновского, Абрам Аграновский. То есть инициал тот же самый. Он приехал, был принят за того, вот вы, товарищ Аграновский, помешали нам воспитывать людей и так далее, и так далее. Он написал вот этих людей, которые так славно продвигали нашу страну, науку. Вот. Это Аграновский. Вот. Но кто сейчас его знает? Вот вы студенты высшей школы, да? Высшей школы журналистики. Все ли из вас знают только Аграновский? Его нет в интернете. Боюсь, что нет. Он писал материалы абсолютно безоглядные. Он писал их долго. В год он печатал материалов 10 в известиях. Но каждый из этих материалов, безуслов, каждый становился безумным событием. Он вымер от инфаркта в электричке. через неделю Толя Друзенко его редактор поднял его блокноты и из его подготовленных им публикаций статьи сокращения аппарата аппарата. Ей простая. У нас каждый начальник на каждом съезде проглашал идею сокращения аппарата. И при этом что происходило? С каждым разом аппарат все увеличивался, увеличивался, увеличивался и увеличивается до сих пор. тоже такой чисто учебный материал, потому что материал был в полтора раза больше, нежели Аграновский выкидывал обычно на полосу. То есть ему надо было еще сокращать, убирать. Он каждый материал делал так, как у нас никто не работал. Не работает сейчас тем более. Вот что если он чего-нибудь не знал, он мог позвонить министру и попросить о встрече не под запись интервью, а чтобы он ему объяснил позицию министерства. Просто объяснил. Не для публикации, а так, чтобы он записал, потом это использовал, обдумал и использовал. Вот. И они с ним встречались. Это был удивительный журналист, удивительная журналистика. Он определил, он умер по-моему в 84-м году. Он умер, но я пришел в известие в 86-м. И следует, при мне это был главный авторитет в газете. Главный авторитет, главный человек, главный перо газета. Несколько лет назад уже нынешнее известие, совершенно другая газета, взяла, обубликовала, вторично обубликовала сокращение аппарата. Был какой-то юбилей Городовского, они взяли его напечатали. И обвал писем был, сейчас писем, откликов. Вот люди были потрясены, прочтя сейчас материал, написанный за 20 лет до этого. Понимаете, у нас другого, другого такого журналиста, которого можно было печатать через 20 лет, как сегодняшние материалы, экономиста. Причем это считается как детектив материала на технические темы. Например, он съездил в командировку в Германию, написал, сделал подготовленную интервью с таможним каким-то министром. И говорит, но не договорил, и предложил министру встретиться в Москве, когда будете. Министр сказал, посмотрел, открыл календарик, посмотрел и сказал, ну вот я буду в октябре, это было апрель, я буду в октябре в Москве, давайте с вами встретимся, скажем, 14 октября в 6 часов вечера. Я себя пометил, и действительно в 6 часов вечера в известии появился министр, ГДРовский министр, договорил с Аграновским, и Аграновский написал. Мне так понравилась эта идея, тоже завел себе написанную книжку, и тоже стал фиксировать на полгода вперед все свои предприятия, и дело пошло. только выяснился, я забывал заглянуть в этот блокнот. Он понимаете, мне повезло в жизни, я работал с удивительными журналистами, и до сих пор не знаю, в общем, не знаю, какие материалы вызовут невероятный отклик, какие пройдут по периферии сознания. Ну, естественно, кажется, надо написать первому, да? Пример. Василий Михайлович Песков, эта фамилия вам известна? Не всем, не всем. Написал замечательный материал «Комсомольской правде» из «Семи кусков», назывался «Таёжный тупик». О том, как семья староверов ушла в Хакасскую тайгу, поселилась на горе и сколько там десятилетий прожила вдали от шума городского, вдали от благ цивилизации. Ну, написал, как они живут, всё это. Это было главным событием года в газете. Володя Милюков встретил Василия Михайловича Пескова в коридоре завикая сказал, «Василий Михайлович, вашим именем назвали в Москве переулок». То есть, спас Песковский. Песковка, Песков, который спас подписку на комсомолку. То есть, было ясно, что... Ну, такое маленькое обстоятельство. В Сибири того времени не было журналиста, который не начал свою работу подниманием, поднятием на эту гору и написанием материала про этих староверов. В Москве за неделю до начала публикации комсомолки социалистическая индустрия газеты САГА, КПСС напечатала полосу об этих староверах. Полосу. Написали, все написали о том, что староверы, мракобесы, вот для чего доводят мракобеси, что они, значит, живут не так, думают не так. И никто этого не заметил. А Песков до сих пор в Швеции масса клубов Агафьи Лыковой. Это дочка старика Лыкова. Вот. Тот же Юра Рост напечатал Косомольской правде маленькую заметку под названием «Если вы спросите у ваших родителей, они наверняка ее помнят». Называлась «Два года ждет». О том, что из Шереметьева летал с овчаркой летал мужик куда-то, а собаку не пустили в самолет. И он ее оставил. И она два года сидела на взлетно-посадочной полосе Шереметьевского аэропорта и ждала хозяина. Ее подкармливали там все дна, никуда не уходило. Первые 10 тысяч писем он получил к концу первой недели. Он потом написал большой обзор, что очевидно все считатели никогда в жизни не видели бродящих собак. Никогда в жизни не видели никаких собак, животных, которых надо было бы привить и приютить, забрать. Все написали, что они готовы забрать эту собаку, воспитать из нее настоящего человека. Призывали расстрелять или повесить, найти хозяина и повесить его на Красной площади. Когда в 95-м году отмечалось 80-летие комсомольской правды, комсомольская правда еще была получше, чем сейчас. Было в кино концертном зале России была огромная досковка полностью набитая и был выпущен на сцену Рост, который устроил аукцион щенка правнука этой собаке. Он вручил щенка, выписал сертификат и так далее. Это была та журналистика, которая странным образом сосуществовала с отделом пропаганды комсомольской правды, с передовицами правды, с совершенно дикими полосами отвлеками на международные события и так далее. Причем вот эта настоящая журналистика занимала в каждой из газет самое минимум место. Потому что в газетах был ТАСС, были материалы спортивные, были полосы международные. И в целом на газету, которая выходила от четырех полос, скажем, классомолка, до шести полос известия, ну, было до полутора полос своих материалов. Вот. Но люди относились к нам хорошо. Я твердо знал, что я приеду на другой конец света, со мной что-нибудь там произойдет, я потеряю деньги со 100 года, меня приветят, накормят, напоют, посерят вагончики, устроят билет, и так далее. Я помню, я летал на катастрофу в Чукотском море, когда вмерзли в лед 63 корабля, не считая военных, военных, я не знаю, сколько там было. Идило вслух зиме, я говорю, была бы гибель, это была самая большая в мире спасательная операция. Такой, равной такой не было никогда. И вот я прилетел туда, прилетел в Певек, на большим опозданием, потому что сидел в Андерее, еще где-то сидел, прилетел в Певек ночи. Вот, и у меня была единственная задача оторваться от той компании, которая прилетела от всех газет Москвы за 4 дня до меня. Вот, я пришел в комнату к летчикам, в Косово-Комсомольская правда, любимая ваша газета, и мы поили чаем, показали по карте, где что. Я спросил, вы обеспечиваете воздушную поддержку спасательных операций. Я говорю, нет, не мы, мы с Шмидта. Это 800 километров на северо-восток. Я ему говорю, ну да, завтра я отмечусь в штабе спасательных операций и полечу на мы с Шмидта. Ну как же, говорит, полетишь на мы с Шмидта. Тогда две недели рейсов не было. Сегодня я, говорит, вечером улетаю, в ночь сейчас улетаю, и когда следующий будет неизвестно. Говорит, давай возьму тебя. Он меня взял, поселил на мы с Шмидта в гостиницу, поговорил со мной, оставил мне замечательный мандат, который я до сих пор храню. Люда, Пашка отличный парень, у него кончились деньги, дай сколько надо, и адрес в певике. У меня просто оставил адрес на случай чрезвычайных ситуаций. Но я был при деньгах в командировке, и обошлось мне как-то. Вот. Но это было. Вот. Почему? Я ему так понравился, да не успел я ему понравиться, нифига, я прекрасно понимаю. А что тогда? Газета? Газета моя, которая писала, черти что, то есть на одну хорошую заметку было 20 длинных и еще 10 отвратительных. И тем не менее народ нас влюбил. А сейчас хорошая компания я скажу сказать, что я журналист. Потому что могут и поглотить. Моя любимая история, которую я постоянно повторяю, по поводу оперативности. Газета. В 1963 году, когда убили президента Геннеди, в его последнем кортеже, сливом за его машиной следовала машина его охраны. И там было два корреспондента, пущенные из милости. Корреспондент Шейтед Пресс и корреспондент ЮПи. И в этой машине была единственная, единственный радиотелефон во всей колонии. И когда раздался выстрел, корреспондент Шейтед Пресс успел прокричать две фразы в свою редакцию. Кортеж президента обстрелян, президент ранен. После чего он схватил эту трубку, прижал к себе и свалился на пол. ЮПи парень из ЮПи бил его ногою, пытался отобрать у него эту трубку, но тут держался крепко. Весь мир напечатал эти две фразы. Ему за это дали полицейскую премию. Я думаю, сколько бы тысяч, десятков тысяч сообщений об этом было продиктовано со снимками, со всеми делами, с записями ровно через минуту после произошедшего. Понимаете, сейчас даже не важно первым о чем-то написать. Сейчас важно, чтобы тебя процитировали. Понимаете? Это резко изменяет, меняет саму философию нашей профессии. Вот. При этом моя газета сегодняшняя, новая газета, она одна из немногих старомодных газет в стране. Во-первых, ездим в командировки, потому что сейчас в командировки ездят на войну, к сожалению, на саммиты и на чемпионаты мира. А в мое время ездили для того, чтобы наполнять газету. Наполнять газету разнообразной географии. Внимательно следили, чтобы, не дай Господь, не оказалось две Москвы в одном номере газеты. А у нас сейчас полные номера газет исключительно московские. Вот. А сейчас мы вот ездим, мы ездим в командировки. Я только что вернулся из командировки на Байкал. До этого был в селе Привольное, где родился Игорь Розгорбачев. И мы делали совместно с Эхом Москвы, делали номер журнала «Дилетант» про село Привольное. Меня просили написать главный материал о селе Привольном. Я упирался изо всех сил, потому что мне было не сильно интересно, ибо в Привольном, по моим понятиям подтвердившимся, были десятки, если не сотни журналистов. Написали все, написали каждый шаг, описали дом Горбачева, все это. То есть очень трудно была командировка, но материал написался и получился неплохой. Я его послал своему товарищу Вася Захарьков, который был главным редактором «Известий» уже после меня. Он сейчас живет в Испании. Вот. И он мне написал, что он испытал ужас от моего описания Привольного, который напомнил, как жили его собственно Захарьковские старшие родственники в деревне на Украине. Я вам только одну приведу одну ступу. Горбачев родился в Медвежинском районе. Это историческое название района, Медвежинский уезд. Через год район переменовали. Он стал Евдокимовским. Евдокимов был человеком, одним из самых страшных палачей нашей истории. Он расстреливал сотнями, тысячами людей в Крыму во время Гражданской войны. потом был зам председателя ВЧК и начальником секретного отдела, членом коллегии ВЧК. Но в начале 30-х годов он поучаствовал в склоке ВЧК и его отправили из ЧК, отправили из ОКПУ на партийную работу. И сделали руководителем огромного северокавказского края. И там его естественно в момент приезда надо было каким-то образом человека поддержать. Его именно назвали район. Все нормально. Вот через пять лет его перевели в другой обком в Ростовский. А потом арестовали и расстреляли. Ну естественно жителям Евдокимовского района об этом не сообщали. А просто поменяли название района на Молотовский. Ну сообразительные люди могли понять что что-то нехорошее с таким им произошло. А до этого в районной газете которую я рассматривал от которой остались жалкие остатки за 30-е годы в главном нашем хранилище скажем в 34-м году эту газету открыли за 34-й год осталось пять номеров за 36-й год семь номеров а дальше пошло полное подшипки. Так вот там я выявил замечательных людей директора Горбачевской школы который был поэт графоман во всех номерах писал обо всем спасение Челюскинца он писал стихи еще кто-то стихи писал то есть на все темы на все системы совершенная графомания запредельная графомания и вот стихи обращения к двум замечательным двум замечательным компайнерам молодым компайнерам это значит он описывает как что сыновья герои не иначе сам Георгий Ефимович как говорил только Георгий Ефимович Евдокимов приезжал оказывается а через неделю Георгий Ефимович нового секретаря представили первого Сергеева бывшего помощника Сталина включили его в тройку которая прошлась железной метлой по Саврополью вот а тут 37-й год выбора Верховный Совет исследуют из газеты местные местные отделы НКВД выделил своим кандидатом пламенного большевика Сергеева его избрали с откликами с удивительными текстами что он учит нас быть непримиримым значит разоблачать смелее врагов а вот он пропал потому что его сняли вызвали в Москву и там расстреляли вот а Молотовский район перевиновали в 57-м году Красногвардейский и вот все вот такая вот жизнь понимаете при этом в газете могло быть сообщение Селькора о замечательной девочке девочке 15-летней девочке которая на таку разоблачила свою соседку которая спрятала за пазуху 500 грамм зерна девочку надо наградить прославить а это публично наказать призыв был не написали как наказали наверное наказали 500 грамм украла зерна как надо жить как надо жить в этой деревне чтобы 500 грамм зерна было необходимо украсть для того чтобы детей накормить там само что-то съесть Павел Семенович поскольку формат мастер-класса предполагает еще и вопросы в зале с огромным удовольствием соответственно вопросы где формируется давайте мне знать я пока знаете что по поводу того что вы уже говорили несколько подвопросов небольших вы сказали что в 2002 2004 году в Сочи проводили среди коллег опрос кого бы вы назвали топ-3 журналиста топ-10 а не первых а вы сейчас сможете сказать кого бы вы в топ-3 5 поставили кто сегодня с вашей точки зрения играет существенную роль и действительно заметен в том что мы называем классическая журналистика и на кого можно было бы обратить внимание входя в эту профессию ночью творчество ну во-первых я бы назвал бороста его роста который слава богу действующий пишущий если не взирая на свой возраст я бы что не получалось что я называю одних своих товарищей по газете ну да какой-то прямо плановость это будет нескрупно хотя бы конечно назвал бы еще человек 5 из своей газеты моих товарищей вот ну давайте так вот зал интересно так вот чуть молчит но при этом интересно вот назовите троих самых вызывающих вас восторг журналиста кто-кто-кто-кто-то возьмется там микрофон если можно так вот давайте только микрофон нужен там если что накидывайте имена да и посмотрим на как вы бы характеризовали ничего там все работает это подзапись ну я могу назвать например если брать там спортивных журналистов но я думаю вам эти имена ничего не скажут я лично знаю там ныне уже покойный кто сам ныне покойный самый лучший из всех комментаторов которых я слышал это Сергей Найлиш Гимаев легенда советского хоккея также корреспондент матч ТВ Наталья Кларк потом кого еще можно назвать так вот второй ряд очень рвется кого-то назвать ну все определите троих вот скажем двух я назвал общественно-политическая такая тематика да но если передали микрофон изящно позвольте ну скорее телевизионные журналисты это вот три таких сформулировал это Владимир Познер это Маргарита Симоньян это Дарья Златопольская я вас перебью я скажу просто ну да вот и хотелось бы чтобы вы посмотрели на тележурналистикой просто журналистикой это совершенно разные профессии абсолютно разные профессии и если скажем газетный журналист может перейти на телеящик и работать в телевидении успешно по обратным случаям я не знаю были случаи когда скажем Евгений Киселев который очень хорошо работал на НТВ пересел к главному редактору московских новостей и погубил замечательную газету это мы помним вот не потому что не из-за за сердечество его а потому что просто ничего не умел делать дело в том что работа газетчика это индивидуальный зачет журналист газетчик он один на один с листом бумаги вставил его в принтер или от руки написал то телевизионщики это командная игра я все время вспоминаю замечательный журналист Влад Листьев который каждый день выходил на свой час пик и брал интервью у человека который в этот день о котором все говорят замечательная работа но у него была команда 45 человек которая готовила все каждый вопрос каждое все у него в ухе сидел его режиссер который ему диктовал эти вопросы понимаете это в газете это невозможно поэтому сравнивать Маргариту Симоньян скажем Росты или скажем Ольгу Алленову из Коммерсанта я бы не решился вот потому что это разная работа разная степень ответственности разная требует разного разной степени таланта разных талантов я сказал бы так даже всего набора вот я хочу подозрить вас о газетчиках вот вам из молодых вы на молодых обращаете внимание журналистов возможно они на телевидении сегодня или в ютюбе но молодые скажем творческие личности какие вам симпатичны интересны вы знаете я работаю в одном коллективе с моим тезкой Пашей Коныгином Коныгина он 29 лет у него потрясающая судьба стоящая романа он родился не то в Башкирии не то в Перми под Перми маленькой деревне родился в неполной семье одна мать его воспитывала он был почти слепой у него было минус 13 хилый слабый дерганный заикающийся когда он ездит сейчас ездил первые командировки на Донбасс его любили хватать бить и объявлять что он наркоман вот потому что у него вид был такой вот и в эту деревню приехали в 90-х бригада шабашников которая что-то там строила что-то делала и местные жители тоже там тоже участвовали в этом деле а потом бригадир шабашников сказал я сейчас уезжаю но я вам всем деньги привезу и уехал скорее всего навсегда вместе со своей командой и прошло лет 10 сколько там прошло в этой деревне появилось 4 бронированных джипа джипа из переднего вышел из задних выключил охрану с автоматами из переднего вышел этот савр бригадир сверился со списком и раздал по пачке денег проиндексировал хоть да вот раздал деньги хорошо их вложил хорошо заработал и со всем расплатился вот а парень к этому времени заканчивал школу писал в районную газету и тут туда приехал Алексей Кирилл Симонов Лёв Симонов которому показали этого парня Лёша позвонил Муратову Диме нашему главному сказал потрясающий парень выхватывал бери понимаешь замечательный и Дима его вытащил вылечил лучший офтальмолог Москвы сделал ему операцию на глазах он изучил языки попутно работая в газете занимался сделал из себя замечательного человека с такими бицепсами и так далее вот сделал себя сам изъездил полстраны полмира писал самые острые материалы брал удивительные интервью включая бородая донецкого премьера и президента Украины Порошенко и оба дали ему интервью острое интервью замечательное интервью вот его ловили вылавливали служб безопасности непризнанных донецких республик били пытали отбирали деньги от них ворвался журналисты собирали что алло да нет я не закончил нет мы идет у нас все извините ради бога ну сейчас мы давайте на два еще вопрос выйдем и все вот не понял Лена звонила вот это я когда был секретарем союз журналистов у нас была поездка в Марокко я значит попросил Муратова дать мне человека от его газеты Муратова мне дал Коныгина Коныгин только начинал работать вот Коныгин вел себя кое-как мы ехали по пустыне пересекали пустыню в микроавтобусе и с моим другом не запокоен Сашей Копейко мы рассуждали о предшествующей журналистике и на какой-то кочке мы замокли и в этом раздался голос Коныгина как надоели эти старые мы у нас стоп стоп Паша ты должен записать что я спас твою жизнь потому что себя должен высадить посреди пустыни и ты здесь сдохнешь а что я сказал а что я сказал сказал вот я вот до сих пор напоминаю своего спас жизнь вот он образцовый молодой журналист при всем при этом а вот смотрите сейчас есть например такое именно слуху ну в силу обстоятельств конечно например Иван Голунов вот сейчас да многие обсуждают все таки он талантлив талантлив или случай его возвел вот так в рамк известного честно говоря положа руку на сердце Голунов мне не было за сильно интересным я его читал и до этого Медузи ну хороший цепкий журналист ну пишет так себе вот но то что с ним произошло это конечно сделало его имя естественно естественно вот тогда отсюда под вопрос как выделиться из большой массы профессионального сообщества пишут хорошо многие надежды подают многие да понятно на разных площадках кто-то через телевидение все-таки да старается реализовать кто-то в интернет ресурсах в онлайн ресурсах да кто-то еще вот в традиционном да формате в печатке как на себя обратить внимание предложений на медийном рынке много информации много пишут многие еще соцсети там что-то пишут там вообще почти все пишут хорошо плохо уже никто не поймет как же стать интересным большой аудиторией пишут все примерно об одном и том же не знаю я сам этим очень интересовался секрет успеха против вот секрет успеха он когда было фиксированное количество изданий СМИ ну советский период берем было чуть проще все-таки очень четко было известно где какие медиа во сколько приходят читателю имена места на полосе как-то более-менее было запрограммировано сегодня слишком большой поток и как же мне стать известным только как Иван Голунов попасть в нехорошую историю ну это идеально не по своей вине это идеально попасть в нехорошую историю это идеально это как кому повезет Голунову повезло вот а многим не повезло вот понимаете вот сейчас вот вы же никого не знаете из тех кто издается в Москве как что надо сделать что надо сделать чтобы написать чтобы написать чтобы повесили тебя в интернете и так далее ну кто из вас считает коммерсант кто из вас считает Огонек кто из вас считает Новая газета даже не спрашиваю ну да очень хороший вопрос следующий что вы вообще читаете да пожалуйста пожалуйста там все работает просто вы нас сейчас спрашиваете какие издания мы читаем и видите что практически никто ничего не читает как вы считаете периодическая печать она вообще перспективная или нет сейчас хороший очень вопрос он просто напрашивался висел воздухе но все-таки что читаем то вот так медуза раз услышал бизнес онлайн это наша все-таки давым федералов сейчас говорим рбк спорт точка ру яндекс дзен это все-таки такое тоже играть то что нам за интегрированного в этот алгоритм который вы сами все сформировали фактически то и читаете а вот так вот лентуру так понять ведомости комсомольская правда ну то есть вообще круг чтения есть теперь вот про печатку вопрос вы знаете я думаю что я уже говорил на мой век я убежден газеты хватит в маги хватит вообще во всем мире газета превращается в элитарную вещь это для широкого круга она неважна но если ты состоявшийся человек не сколько богатый сколько состоявшийся профессионально тебе в кармане иметь газету свежую это престижно это твоя личная газета ты ее можешь открыть на какой странице и так далее вот в начале тысячелетия в америке западной европе шли те же самые разговоры гибель газет замена их интернетом но обошлось многие газеты померли многие перешли в интернет-формат многие сохранились стабилизировались тиражы начинают потихонечку расти тоже понемногу как мы расти вот но меня тревожит то что вы не старайтесь считать судя по списку который мы набрали на всех 100 человек не старайтесь считать то что наиболее остро наиболее важно с трудом понимаю как вы определяете себя в этом мире и мир вокруг вас понимаете вот сейчас я только что вернулся из командировки на байкал напечатал большой огромный материал на три полосы пустую пятницу там был замечательный сюжет посадили главу администрации одного прибрежного района олехунского его защищает редкий случай когда защищает все население когда бригада команда поддержки по всей области там по всему иркутску ездят машины с надписью свободу копылову это самый на горе в райцентре камнями выложил свободу копылову но поводом для поездки послужила зуб пиар шаг этой команды они на острове альхон сакральном месте буддийского мира северного буддийского мира установили памятник путину памятник президента сделали его из пенопласта облилили значит гипсом поставили на двухметровой здоровой привезли за 300 километров из иркутска установили провели митинг все отсняли запустили в этот сам интернет свою задачу выполнили потом они его сняли потому что опасались что он будет разрисован недоброжелателями после недоброжелателя были готовы к этому вот но из своего добились потому что все об этом узнали вот а посадили его за то что он построил дорогу 30 километров от еланцов райцентра то паромной переправы на альхон эту дорогу строили примерно столько сколько бам если считать что строить его начали 30 четвертом году вот а он значит получил финансирование и построил эту дорогу и теперь эти 30 километров можно проехать я проехал за 15 минут а до этого люди ездили добирались по три часа по три с половиной еще не по дороге разбитые а по заповедной степи справа и слева из гвазда до сих пор и навеки останется из гвазда вот а он значит молодоза построил так он еще отдал участок под строй городок участок бывшей овцефермы который был тысячи овец они оказывали огромное положительное влияние на экологию естественно вот он издал этот участок на 11 месяцев за 1 рубль а когда все это построили прокуратура заявила что это этот участок не принадлежал муниципалитету а принадлежал природного парку из-за грубое нарушение экологического баланса его посадили дали ему три года реальной отсидки мы знаем сколько нас дают за миллиарды покража миллиардные покража та самая васильева знаменита не сидел ни минуты кроме домашнего ареста вот я значит провел там определенное время написал о борьбе за защиту байкала байкал защищают хотя ученые говорят что надо писать не защита байкала защиты и использование байкала просто защищать нельзя все это и китайцы которые строят и ну в общем кому интересно залезть и на сайты прочитать новые газеты я подробно об этом описал вот и вот такие материалы они больше нигде не появятся в чем беда в чем беда в чем беда в чем беда интернета блогеров и так далее блогеры они замечательные они молодцы но блогеры это не журналистика отличие блогера от журналистов в том что одни отвечают за то что они писали другие не отвечают это когда я работал в комсомольской правде мы в год получали до полутора миллионов писем это сравнимо с откликами блогеров на ту или иную нашумевшую публикацию вот никому в голову не приходило считать авторов писем журналисты хотя письма том числе и использовались вот блогер имеет право не проверять свою информацию он пишет свои личные впечатления это замечательно что есть такая возможность но журналистку это не заменяет и убежден в этом и и поэтому я надеюсь что мы еще поборемся еще потрепыхаемся этом горшке но это вот совсем оптимистической ночи все-таки до после таких пространных и чуть-чуть грустных все-таки рассуждений все-таки мы вырулили на позитив до сиба вам спасибо за эту встречу за мысли за подсказки что посмотреть что почитать и я с удовольствием своим коллегам дальше передаю эстафету в возможности поговорить с вами пообщаться спасибо спасибо вам а и Редактор субтитров А.Семкин